Что происходит с казахстанской авиацией? Они не справляются. Рынок захватил монополистов. Вы такой рейс не увидите. А на чем же еще можно заработать? Любой наш пилот смотрит за рубеж. Отсутствует система. Наши самолеты не зарегистрированы в Казахстане. Почему их не допускают? Не принадлежат Казахстану. Почему это возникло? Контролируются иностранными специалистами. Привет, это Айран. Постоянные задержки рейсов, потеря багажа и затопленные терминалы. Что происходит с казахстанской авиацией? И почему сервис не соответствует дорогим билетам на самолеты? Подпишитесь на Айран, здесь мы обсуждаем важное. Этим летом, в самую жаркую пору для авиакомпаний и аэропортов, в Казахстане случился настоящий коллапс. В Казахстане буквально заполонили ролики с возмущенными пассажирами. Кто-то не мог получить свой багаж, другие – сесть на самолеты из-за регулярных задержек. Авиакомпании в задержке и переносе рейсов винят наземные службы. Якобы это все сотрудники аэропортов. То дверь борта сломают, то фюзеляж повредят. Что-то в Эра-Стон движется. Смотри, 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 разгоняется. Но эксперты считают, что это все авиакомпании в погоне за выгодой делают плотный график полетов, не имея резервных бортов. Много критики этим летом было и в сторону конкретно национального перевозчика «Эйрастаны». О том, что компания не соответствует своему статусу еще в прошлом году, заявил депутат Ирлан Саиров. При том, что в «Эйрастане» созданы тепличные условия. Ей отдают самые жирные рейсы, продают топливо по заниженной цене. А вот стоимость билетов остается недоступной для большинства казахстанцев. Интересно и то, что все 54 самолета-компании зарегистрированы не в Казахстане, а в Ирландии. По словам президента «Эйрастаны» Петера Фостера, зарубежная прописка нужна для соответствия европейским стандартам. На фоне этих новостей стоит отметить и провальное IPO «Эйрастаны». Для тех, кто не знает, IPO – это когда компания продает свои акции на фондовой бирже. После начала продаж в феврале цены бумаги «Эйрастаны» подешевели более чем на 30%. В общем, о том, что не так с нашим национальным перевозчиком, почему полет на лоукостере влетит в копеечку, а самолеты в аэропортах вечно ломаются. Мы об этом поговорили с авиаэкспертами Сериком Мухтебаевым и Абулом Кикельбаевым. Это лето считается одним из самых провальных, пожалуй, за последние годы в нашей стране. Это задержки рейсов, потери багажа. На ваш взгляд, с чем это может быть связано? Если откровенно говорить, то это, скорее всего, связано с тем, что планирование, которое должно быть к летнему сезону, оно просто было осуществлено людьми, которые далеки от этого. Я простой пример приведу. Закрытие аэропорта Астана в летний период на ремонт, потом отказ от капитального ремонта делают текущий ремонт, все равно закрывают аэропорт. Это все создает нагрузку на инфраструктуру. Инфраструктуру у нас, к сожалению, тоже за последние годы соответствующее внимание не уделялось. Простой пример. Столичный аэропорт не проводил капитальный ремонт взглядно-пассаживной полосы 20 лет. Аналогичная ситуация в других крупных аэропортах, которые хотели бы или которые возможно сделать грузовыми или пассажирскими хабами. У нас в стране аналогичная ситуация. Отрадно, что там новый терминал построили. Но если у этого терминала пропускная способность 3000 человек, это не означает, что весь аэропорт может обслужить 3000 человек. А вот здесь вот как раз-таки и возникают вопросы. А у нас проблемы с разгрузкой багажа, у нас проблемы с обслуживанием на земле. И соответствующий аэропорт, я не буду назвать название, в принципе это для всех крупных аэропортов, как подходит определение, они не справляются. Почему? Потому что рейсы из-за того, что в сутках 24 часа и самолеты распределялись, международные рейсы ночью улетали, внутренние рано утром и прилетали рано утром. У нас два узловых аэропорта Алмата-Астана. Все авиакомпании начинают свою полетную программу с этих двух аэропортов. Ну и представляете, утром все большой кучей начинают вылетать. И здесь создается большая нагрузка на людской персонал, на технический персонал и на людей, которые должны обслуживать пассажиров. Скорее всего, это не сокращение штатов в аэропортах, неквалифицированный персонал, это отсутствие контроля со стороны руководства, это, скорее всего, и снижение зарплат, которое привело к тому, что люди совмещают некоторые функции отсутствия и контроля со стороны уполномоченных органов, которые должны были как-то реагировать на вот эти все моменты, связанные с задержками, с поломками, и выявлять причину, почему. Не виновных, а причину, почему это возникло. Каждое лето это пиковый сезон. Ну как бы ни для кого не новость, что летом будет большая нагрузка. Вот почему именно этим летом вот как будто бы произошел некоторый взрыв. Тут несколько факторов. Первый, это, наверное, желание авиакомпании как можно больше зарабатывать. То есть они ставят очень плотное расписание, не учитывая факты, что самолет, ну технические устройства, которые имеют свойство иногда ломаться. То, что может в целом что-то случиться. И для этого нужен резервный борт. Но когда авиакомпания, говорит, плотно ставит расписание, и у них нет резервов, происходят вот такие вещи. То авиакомпании невыгодно держать незадействованный самолет, ну потому что самолет должен приносить доход. То есть так он простаивает, как будто бы на все эти случаи. А так он в расписании, и в принципе надеется, что все будет окей. Ну не так происходит. То есть резервировать борты, у них как бы отсутствие возможностей. Еще один фактор, что за 30 лет у нас, к сожалению, Эйрастана не имеет ни одного коммерческого соглашения с другими перевозчиками Казахстана, которые могли бы при наличии бортов, они могли бы резервировать, предоставить. Есть такая гипотеза, что на эту ситуацию также повлиял монополист на рынке Эйрастана. Компанию называют национальным перевозчиком. Например, ей продают бензин по заниженной стоимости, отдают наиболее выгодные рейсы. К сожалению, печальный опыт развития гражданской авиации привел к тому, что два раза были обанкротены компании национальные, это Казахстан и Ужилы, Эйр Казахстана. Потом возникла Эйрастана, в которой были созданы супер тепличные условия, были все преференции для того, чтобы компания встала на ноги. То есть компания признана за рубежом, то есть получает соответствующие рейтинги и так далее. Но, к сожалению, вот эта вся ситуация привела к тому, что рынок захватил монополиста. То есть порядка 70% рынка контролируется одной авиакомпанией. Раньше деятельность Эйрастаны контролирует АЗРК, агентство под защитой конкуренции. Но, по-моему, в 2019 году Эйрастана каким-то доказала, что доминирует на рынке. То есть она не монополист. Ну и была исключена из реестра. То есть она есть. И с тех пор как бы авиакомпании развязаны руки. Единственный вопрос, что ни один самолет Эйрастаны не зарегистрирован в реестре Казахстана. Мы этот вопрос о том, что воздушные суда зарегистрированы в Ирландии, поднимаем не первый год. До этого они были зарегистрированы в Арубе. То есть у этих самолетов нету казахстанской регистрации. И ни один из этих самолетов фактически Казахстану не принадлежит, потому что там 80% воздушных судов в лизинге. То есть в любой момент лизингодатель может отозвать эти воздушные суда. Это первый момент. Второй момент. Это затраты. То есть авиакомпания несет двойные затраты на поддержание летной годности как в Казахстане, так и в Ирландии. Понятное дело, что в Ирландии это достаточно... Ну, во-первых, если у нас есть авиационная администрация, которая тариф устанавливает в тенге, то в Ирландии как минимум в валюте. И это немалые деньги, потому что инспектора должны периодически проверять воздушные суда. Я не знаю, приезжают они сюда или самолеты туда летают, проверяют их. Но это установленные процедуры, и их никто не отменял. Тем более, что авиакомпания «Аэрстана» кичится своим высокой культурой безопасности полетов. Наши самолеты не зарегистрированы в Казахстане, не принадлежат Казахстану и контролируются иностранными специалистами. Провели IPO. Была большая надежда, что мы, как эксперты, все молчали, надеялись, что пройдет IPO, и все эти вопросы постепенно начнут находить свое решение. То есть, до этого нужно было компанию выставить в красивом свете, как невесту на выдании. А теперь можно уже и фейслифтинг сделать, и накопившиеся вопросы со здоровьем авиакомпании заняться. Но, к сожалению, мы видим обратное. Авиакомпания декларирует о высоких показателях, хотя эти показатели снизились. Мы говорим о том, что там буквально полугодовой отчет если взять, немножечко, но загрузка уменьшилась. Немножечко, но пунктуальность авиакомпании уменьшилась. Немножечко, но уменьшился доход. Мое мнение, что государство скрыто субсидирует эту авиакомпанию. У нас Министерство энергетики и Министерство транспорта ежемесячно проводят распределение авиакеросина между субъектами отрасли. И номер один, тот, который получает необходимый объем топлива, это ээростана. Флайер и стан изначально ведь это создавалось как такой лоукостер внутри вот самой ээростана. Однако в январе этого года флайерстан отделили от ээростаны, сделав дочерней компанией. Вот на ваш взгляд с чем это связано? И вообще в настоящее время флайерстан это можно назвать лоукостером или все-таки нет? до апреля текущего года это было официально частью ээростаны. Они получили отдельный сертификат эксплуатанта только в апреле этого года. Это заняло несколько лет, многие эти вопросы поднимали и в СМИ будоражили, как так. Даже у нас министр, помните, защищать хотел, что там будут две бухгалтерии, это будет накладно. изначально планировалось, что получат сертификат отдельного эксплуатанта, но так как государственные органы этот вопрос не мусолили и не напоминали ээростане, спокойно пять лет просуществовало как дочерняя компания. Это, кстати, позволило многие проблемные вопросы финансовой отчетности скрыть за большими цифрами ээростаны. Потому что лоукост-модель, она без постоянного роста не сможет существовать. То есть нужно все время находить новые рынки, новые направления. И когда у тебя есть такой материнская компания, которая тоже показывает большие доходы, очень хорошо можно скрыть эти все цифровые просчеты. Я не видел необходимости выделения. То есть это была инициатива, скорее всего, АЗРК, чтобы создать конкуренцию. Ну, допустим, у вас парк самолетов, 20 самолетов, для того, чтобы обслужить, ну, образно 20. Чтобы обслужить эти 20 самолетов, вам необходимо там 200 человек, техников, 200 пилотов, соответственно. То есть вы разделяете компанию, допустим, 10 самолетов в одну компанию уходят, 10 самолетов в другую. эти компании вынуждены также набирать штат 200 человек технического обслуживания и здесь 200 человек технического обслуживания. То есть, но есть эффект, так сказать, концентрации, да? То есть вы по законодательству или по регламенту вы должны содержать эти 100 человек, независимо у вас один самолет или 10. Потому что есть процедура, которая жестко прописана, что вы должны иметь штат только определенный штат. Поэтому смысл разделить компанию я не вижу. У FlyerStand совсем не низкие цены. То есть, это фактически как будто бы и не является лоукостером. Лоукост должен соединять второстепенные города. Но у нас даже в Астане нету второго аэропорта и, к сожалению, мы не в каждый регион можем улететь. То есть, есть межрегиональные сообщения, да? То есть, из одной области в другую, с Караганды в Костанай. Ну, вы такой рейс не увидите. Было такое хитрое понятие динамическое формирование цен. Что это означает? Есть специальная система, которая управляется, ну, понятно, человеком, что, допустим, вот у вас самолет 100 мест. Вы, как менеджмент, ваша задача продать как можно больше мест. Каким образом формировать цены на этот билет, чтобы он был максимально заполнен? Вы эти 100 мест делите, допустим, два места можно купить за 5 тысяч тенге. Там, пять мест можно за 10 тысяч купить. Там, допустим, еще пять мест можно за 20 тысяч. Дальше, вы садитесь и смотрите, как продается. Допустим, купили два билета за 5 тысяч. Оп, вы закрываете следующий класс, который за 10 можно купить. Народ видит, допустим, он зашел на сайт, ага, 5 тысяч, ага, хорошо, может подумает, может, заходит, а их уже нету. И следующий только за 10. Ой, куплю я 10, да? Ну и так далее. То есть создается как бы вот этот ажиотажный спрос, который стимулирует людей покупать билеты. Второй момент. А на чем же еще можно доработать? А давайте платную регистрацию. Когда люди приезжают, а им надо 2 тысячи тенге заплатить за регистрацию. Дальше с багажом. багаж. С багажом. Вы приходите, ой, я забыл, а ему говорят, ну, наш багаж будет стоить 30 тысяч тенге, а вы купили билет. Я говорю, я за 20 тысяч купил. Не знаю, ну вот тогда без багажа летим. Смотрите, вот такая еще существует версия, что упадок казахстанской авиации связан якобы с дефицитом пилотов. Заванья за границей невыгодно возвращаться в Казахстан. Вот насколько эта версия соответствует действительности? Пока не обратят внимание на условия труда, на вот эти пересуды, которые сейчас происходят. Да, любой наш пилот смотрит за рубеж, потому что он там в почете, во-первых. Во-вторых, он получает достойную заработную плату, в том числе инженера. Инженера это отдельная история. Они получают, зачем им здесь оставаться, альтруизмом заниматься и смотреть, как в соседнем пресле сидит пилот, который получает, помимо официальной заработной платки, еще всяческие надбавки. То есть подготовка пилота это огромные деньги и вместо того, чтобы подготовить своего пилота, мы почему-то командирами к нам приезжают пилоты из других стран, Юго-Восточной Азии, Америки, Южной, и становятся командирами воздушных судов. То есть он приходит вторым пилотом, отсюда выходит командиром воздушных судов. Компания потратила на это деньги. Спрашивается, а тогда зачем нам свои пилоты? Может тогда вообще все на аутсорсинг отдать? А какая обстановка в региональных аэропортах? Вот даже если в крупных гаванях Алматы, Астана, есть большие претензии к работе той же наземной службы, то о чем мы говорили, то что происходит в малых аэропортах? Они выживают, откровенно говоря. Я уже, вот мой любимый пример, самолет вылетает из Алматы или из Астаны, в этом аэропорту запускают технику и ждут этот самолет, потому что боятся, что если самолет прилетит, эта техника не заведется и нечем будет обслуживать этот самолет. Почему у нас расписание такое? Потому что ночью нет запасных аэродромов. Они отдыхают, они вынуждены отдыхать, закрывать аэропорт. Вот я поэтому и говорю, что мы, уделяя внимание одной авиакомпании, угробили фактически всю авиацию. Можно ли сказать, что продажа аэропортов это попытка спасти положение или это просто избавление от ненужного ресурса? Я думаю, что это стратегические объекты первые. Продажа это как крайний, я считаю, как крайний момент неэффективности использования государством своего стратегического объекта. активов. А поможет ли вот эта продажа как-то исправить положение? Ну, на примере Алматы и Астаны вы видите. Ну, продали иностранным инвесторам результат. Да, ну, вот в этой связи такой вопрос. Вот подобная практика закупать иностранный менеджмент, она хорошо сработала, насколько мне известно, в арабских странах. А почему у нас не так? Когда иностранный менеджер приходит, вот я пример приведу с алматинским аэропортом, они очень хорошие строители. Они умеют строить аэропорт. Ну, к сожалению, в Алмате они так себе построили. После того, как вы сказали, умеют хорошо строить, сейчас тут должны появиться видео нового терминала алматинского, который затапливает постоянно. К сожалению, потратили очень много денег на этот аэропорт. Я вам открыто говорю, очень много денег. И, к сожалению, я не знаю, будет спрос за это, не будет, это частный инвестор, он может что угодно делать. Но построить аэропорт это одно, но если у них менеджмент, вот смотрите, они хорошо управляют терминалами. У них есть отдельное подразделение, которое занимается наземным обслуживанием. Но почему они в Алмате это не могут организовать, при том, что алматинский аэропорт для них самый прибыльный актив на сегодняшний день. У нас в структуре Казахстана аэропорт это вертикально интегрированный, все подчиняется одному человеку, директору аэропорта. То есть это и бортпитание, это и наземное обслуживание и служба спецтанспорта и СТОП. Все под одним человеком. За рубежом не так. За рубежом это все аутсорсинг. Поэтому если ты хороший управленец в терминальной, в терминалах хороший обслуживатель, грубо говоря, чистоту, порядок и сервис можете оказывать. Но это не факт, что вы в наземном обслуживании или в поддержании летной годности нашего взлетно-посадочных полосы специалистов. К сожалению, вот это у нас не понимают. В свое время шейхи, когда еще там 40-45 лет назад, там только песок был, нефть, появились источники деньги от нефтедолларов. То есть куда инвестировали? То есть они понимали, что страна не сможет развиваться без гражданской авиации. Они инвестировали очень большие деньги в создание Эмиратс, Флай Дубай или... Катар, Флай Дубай это как Флай Рестальд. То есть там много возникло авиакомпаний, которые закупали современные мощные самолеты. Дальше, второй момент, они инвестировали большие деньги в аэропорт. То есть Дубай там развивается не по-детски, да? Дальше они что сделали? Чтобы привлечь ну, грубо говоря, ну, ладно, сделали авиакомпанию, сделали аэропорт, а что дальше? Они умудрились со всего мира привлечь инвесторов, которые вкладывали деньги в песок. Ну, то есть это в недвижимость, которая там строилась. Потом они начали строить инфраструктурные объекты, которые привлекали туристов со всего. Это системная работа со стороны государства и понимание, что для чего необходимо и последовательность. Почему у нас это так не работает? Отсутствует система, то есть общее видение картины. То есть каждый работает как бы больше в своем направлении, но никаким образом не выстраивается это в общую систему развития страны. И никто не хочет инвестировать, понимая, что есть огромнейшее лобби и административные ресурсы в одной компании. Что поможет казахстанской авиации в современных реалиях? На мой взгляд, в первую очередь нужно найти прямо в самый первый топ квалифицированные кадры. И нужно их выращивать изнутри. Потому что ни один иностранный специалист сюда не придет развивать. Он сюда приходит искать возможности заработать. Для этого должны быть профессионалы в управлении отраслью. Но если у нас их взять негде, это все равно привлечение иностранных специалистов? Ну хорошо, вот управляли у нас авиационной администрацией один иностранный специалист, второй иностранный специалист. Нет, а я имею в виду, а как вырастить профессиональные кадры, если, как вы говорите... Их не надо выращивать, они есть в Казахстане. Просто их никто не слышит и слышать не хотят. У нас есть в стране люди и молодые люди, вот это 300 человек резервы, которые у президентских, Балашаковских, да? Они же обучались там. Где их знания? Где они? Где они? Почему их не допускают к руководству? Ну я говорю, элементарно сейчас в руководстве отрасли у нас там, ну, люди, которые, ну, практически не работали в отрасли, не имеют практического опыта. Подписывайтесь на Айран, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях. Давайте обсуждать важное вместе. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Патреон и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно. Каспи 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 Каспи